Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава Евангелия от Матфея. Я читаю свой собственный перевод для библейского портала экзегет и даю некоторые комментарии. Ну вот, евангельская история подходит к своему завершению. Последняя треть Евангелия от Матфея – это последняя неделя, и она очень насыщенная, завершается, конечно же, распятием, а потом и воскресеньем. И некоторые события описаны невероятно подробно, иногда кажется даже, ну, неужели они так важны? Вот, смотрите, последняя неделя всего семь дней, и ей посвящена треть Евангелия, да? Да? Вот до этого годы, годы служения, ну ладно, мы не говорим пару-тройка десятилетий до того, как Иисус ушел на служение, там, в общем, наверное, ничего такого значительного важного не было, и вдруг маленькие детали. Давайте попробуем понять, зачем они здесь так расписаны. «А когда они уже подходили к Иерусалиму и вошли в Вифагию, что у Елеонской горы, ну, это селение с востока от Иерусалима, то Иисус отправил двух учеников с поручением, идите в это селение напротив, как только в него войдете, найдете привязанную ослицу, а рядом с ней осленка, отвяжите и приведите их сюда. А если кто вас спросит, что вы делаете, скажите, что они нужны хозяину, и вам их отдадут. Хозяину или Господу? Тут какой-то двойной смысл, если хозяина, то, ну, мало ли, хозяин отправил кого-то, чтобы ему его ослицу привели, да? А если Господу, то повеление свыше. Может быть, такая намеренная двойственность. Это важно, что, может быть, не все понимают, что нужно Господу, а кто-то понимает, что хозяин там озаботился ослицей своей. Так исполнилось предсказанное через пророка, скажите дочери Сиона, вот твой царь к тебе приходит, кроткий, верхом на осле, на рожденном ослице под Еремной. Кстати, вот именно Матфеев упоминает, что двое животных, ослиц и осленок, потому что здесь это самая цитата из пророка Захарии, и она означает, ну, наверное, скорее одно животное, но поэтический текст, он часто называет одно животное или одно и то же явление, событие, двумя разными словами, и здесь тоже так. Но важно, чтобы именно вот это сбылось, чтобы была ослица, и при ней маленький осленок, причем он еще достаточно маленький, поэтому он такой как бы неутомленный, неиспорченный, да? Вот он такой, как Богу приносится вот то, что свежее, то, что лучшее, да, а не то, что уже никому не нужно. И смотрите то, что Иисус въезжает в Иерусалим на осле. Вот обычно, конечно, цари, победители, военачальники ездили на лошадях. А осел – это такое простенькое животное, это такой, знаете, запорожец того времени, на котором, ну, просто крестьяне перевозят какую-то свою провизию, да, на рынок везут продавать. Или если дальняя дорога, то садится на ослика, кто-то и едет, и ослик его везет. Вот совершенно никакой торжественности. Поэтому кроткий верхом на осле, то есть вот тот, кто не торжественно въезжает в город, а очень скромный. Ученики пошли и сделали, как им велел Иисус. Привели ослицу вместе с осленком, постелили на них свои плащи, а сверху сел Иисус. То есть даже и какой-то вот нету подобающей упряжи, да, там, седла. И множество людей, дорога перед ним выстилали своими плащами. Опять-таки, люди не готовы, они просто берут то, что у них есть, верхнюю одежду. А другие срезались, деревьев, ветки и клали ему под ноги. Какое-то хоть украшение. И толпа, которая шла и перед ним, и следом за ним воскресала. Асанна сыну Давидову, асанна – это приветствие, которое буквально означает помилуй нас, спаси нас, можно так перевести. Сын Давидов, естественно, указание на мессию, то есть потомок царя Давида. Асанна сыну Давидову, благословен, кто приходит во имя Господне. Асанна ввысе. Вот его встречают как царя, да, как царя, который должен занять престол своего правоца Давида. И, очевидно, ждут каких-то чудес, замечательных событий. А когда он входил в Иерусалим, весь город пришел в волнение. Люди спрашивали, кто это? Толпа отвечала, это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее. Вот не все еще его знают, но слух уже идет. Что делает он первым делом в Иерусалиме? Вот народ его принимает как царя. Самое время давать распоряжение, не так ли? Затем Иисус вошел в храм и выгнал оттуда всех, кто только занимался в храме торговли. Перевернул столы, менял и лавки тех, кто продавал голубей. Менялы, обменивали деньги, потому что в Иерусалимский храм приезжали на поклонение иудеи из самых разных стран. И всякие языческие монеты там не принимались. Там был особый храмовый шекель, который, собственно говоря, нужен был для уплаты подати, для того, чтобы совершить какие-то пожертвования. Значит, надо было поменять свои деньги с языческими богами на них, на вот эти вот священные деньги. Менялы, естественно, занимались этим под какой-то процент. А голуби – это самое маленькое животное, которое приносило жертву. То есть это вот что-то такое, что вот и бедняку по карману. Со словами. Ведь написано, дом будет назван домом молитвы для всех народов, а вы превращаете его в разбойничью пещеру. Ну почему же уж так сразу разбойничья пещера? Бизнес как бизнес. Людям это нужно. Зачем так строго? Но когда храм становится местом для торговли, храм становится местом для получения прибыли, теряется его основное назначение. И чтобы подтвердить, что он не только занят разрушением, в храме к Иисусу подошли слепые храмы, и он их исцелил. То есть то, что, собственно, и должно происходить. И то, что он исцеляет, это уже как бы такое постоянное присловие, но тем самым храму возвращается его роль, место встречи человека с Богом во имя спасения человека. А первосвященники и книжники увидели, как он совершает чудеса, и как дети в храме кричат о санну сыну Давидова, то есть признают его мессией, потомком царя Давида, и спросили его, ты слышишь, что они тут кричат? Безобразие какое. Нельзя же так. Иисус ответил им, да, а разве вы не читали в Писании, от уст младенцев сосущий грудь ты принял похвалу? Это, конечно, у нас цитата из Псалма, и что это означает? Ну, то, что даже самые несмысленные дети, они могут хвалить Бога, да, то есть те, которые сосут грудь, они еще и не говорят толком. На этом он оставил их и отправился из Иерусалима в Вифанию, чтобы там переночевать. А вот странная деталь. Он же принят в Иерусалиме как царь. Но нет, он не остается. Может быть, это тоже некоторое символическое действие, то есть он показывает, что его место не в Иерусалиме земном, да, что он по-прежнему странник, он по-прежнему как паломник приходит каждый день в это самое место. Утром Иисус снова отправился в город, он проголодался, надо же его даже завтраком не покормили там, где он ночевал. И увидев у дороги одну смоковницу, подошел к ней, но не нашел на ней ничего, кроме листьев. И вот он говорит ей, отныне и вовек тебе не принести плодов. И смоковница тотчас засохла. Странно, ведь была весна. Весной не бывает на смоковнице пригодных в пищу плодов. Ну, некоторые говорят, что, может быть, не было завязи, да, потому что можно определить уже весной, есть ли на смоковнице завязи, принесет ли она богатый урожай в этом году, в конце лета. А можно понять это еще немножко так, что Иисуса приветствуют как мессию, сын Давидов, а санны ему поют. И смоковница должна была бы это услышать, потому что в мессианское время каждый израильтянин будет сидеть под своей виноградной лозой, своей смоковницей. То есть он будет, вот этот урожай смоковницы, он будет круглогодичным. Так не бывает в природе, но мессианское время, оно нарушает все представления о обычном природном цикле. И вот смоковница не принимает его как мессию. А кроме того, смоковница, конечно, это израильский народ, поэтому те израильтяне, которые Иисуса не приняли, и не принесли ему своих плодов, вот они похожи на эту смоковницу. И смоковница точно засохла. Ученики, увидев это, с изумлением говорили, как-то смоковница засохла в один миг. И Иисус им сказал в ответ, аминь, говорю вам, если будет у вас вера, если не будете сомневаться, то выйдет у вас больше того, что вышло со смоковницей. Тогда, если этой горе скажете, поднимись и рухни в море, это произойдет. И все, о чем с верой попросите в молитве, вы получите. То есть даже это яркое и страшное, в общем-то, чудо используется не для того, чтобы устрашить, не для того, чтобы внушить какой-то трепет, но для того, чтобы подтвердить ценность веры. Когда Иисус пришел в храм и стал там учить народ, к нему подошли первосвященники и старейшины израильского народа с вопросом, по какому праву ты делаешь такое, и кто дал тебе такую власть? Вот земной авторитет, земная структура, иерархия, и он нарушает ее. Кто-то должен был дать ему позволение, документ выписать. Иисус ответил им, я вас кое-чем спрошу. Если вы мне ответите, то я вам скажу, по какому праву я делаю такое. Когда Иоанн крестил, Иоанн креститель, конечно. Как это было, по воле неба или по человеческой воле? Те стали рассуждать между собой так, если скажем, что по воле неба, он нам ответит, что же вы ему не поверили, а сказать, что по-человеческой мы опасаемся из-за народа, ведь все считают Иоанна пророком. Так что они ответили Иисусу, мы не знаем. Вот простой, ясный вопрос. Но одновременно он их заставляет признаться, что говоря о божественном, говоря о небесном, они, по сути дела, свои собственные интересы отстаивают. И как только им не удается вывернуть в свою пользу, они сразу уходят. Вот мы не знаем, мало ли как оно там. Иисус им тоже сказал, и я не скажу вам, по какому праву делаю такое. Сами вы как считаете? Допустим, было у одного человека двое сыновей. Он обратился к одному с поручением. Давай, сынок, поработай сегодня в винограднике. Тот ответил, нет, не хочу. А потом все же решил пойти поработать. Отец подошел ко второму с тем же поручением. Тот ответил, слушаюсь, господин, а сам не пошел. Кто из двоих исполнил волю отца? Говорят ему, первый. Отвечает им Иисус. Аминь, говорю вам, что сборщики, подати и блудницы, скорее, чем вы, войдут в Царство Божие. Явился Иоанн, чтобы вести вас путем праведности, но вы не поверили ему. А эти сборщики и блудницы поверили. И даже когда вы это увидели, они раскаялись и не поверили ему. Вот иерархия переворачивается, да? Никаких разрешений брать не надо. Более того, самые презираемые люди, сборщики налогов и блудницы, оказываются впереди фарисеев по своей праведности, только потому, что они ему поверили. Послушайте еще одну притчу. Был один человек, хозяин в своем доме. Он насадил виноградник, обнес его ограды, выкопал внутри углубление, чтобы давить в нем виноград. Построил башню и отдал в наем земледельцам, а сам оттуда и отошел. Это, конечно, очень похоже на песню «Виноградники» из Исаии, седьмая глава, где этот виноградник воспринимается как народ Израиля. И очень похоже, наверняка, было и для слушателей этой притчи. Они уже понимают, ага, это про виноградник, который Израиль. А кто же тогда эти люди, которые будут там работать? Земледельцы, да? Ну, наверное, те, кто от имени Бога, говорится с израильтянами, вот эти самые духовные вожди. Когда приблизилось время урожая, отправил он к земледельцам своих слуг, чтобы получить свое урожай из виноградника. Тогда земледельцы арендовали виноградник обычно за часть урожая, расплачивались этим с хозяином. А земледельцы схватили тех слуг, кого из них избили, кого убили, а кого забросали камнями. Тогда он отправил к ним иных слуг, еще больше числом, чем прежде, но с ними поступили точно так же. В конце концов, он послал к ним своего сына, решив, что уж к нему-то они отнесутся с уважением. А эти земледельцы, увидев сына, решили между собой так, вот и наследник, убьем его, и наследство достанется нам. Схватили его, вытащили из виноградника и убили. Как же поступит владелец виноградника с теми земледельцами, когда вернется? Ну, почему они так себя ведут? Конечно, странная логика, они убивают и хотят получить наследство от убитого, да, вместо убитого. Но, по-видимому, имелось в виду, что виноградник становится выморочным имуществом. Хозяин виноградника, с их точки зрения, давно уже мертв. И, во всяком случае, он никак себя не проявляет. А если умирает и наследник, то виноградник ничей, можно захватить его любому человеку и пользоваться им. И понятно, что вот против кого обращена эта притча, эти самые духовные вожди, они воспринимают Бога как кого-то отсутствующего или даже мертвого. Но вот приходит к ним некто, кто напоминает, надо приносить плоды. Ну, понятно, что вот эта вся духовная жизнь, она должна приносить плоды. И вот нет плодов, а того, кто об этом напоминает, просто хотят убить. Для чего? Для того, чтобы самим завладеть, для того, чтобы пользоваться всеми плодами с виноградника, а не только обусловленной своей долей. Как же поступит владелец виноградника с теми земледельцами, когда вернется? Ему говорят, злодеев придаст злой смерти, а виноградник передаст другим земледельцам. Отвечает им Иисус, разве вы никогда не читали об этом в Писании? Камень, что строители отвергли, он-то и стал краеугольным. Вышло так по воле Господней, с удивлением мы взираем на это. Цитата из Псалма, макроугольный камень, то есть камень, который лежит в центре арки. Вот арка – это камни, они опираются друг на друга, и камень, который замыкает арку, называется так. Или может называться другой камень, но тоже ключевой. Когда строят стену, то на углу кладут одновременно на обе стороны камень, который служит опорой для всех остальных камней. Вот остальные камни в этой стене будут опираться прежде всего на него, и нужно, чтобы вот этот угловой камень был самым прочным. Если он поедет, то две стены сразу рухнут. И, соответственно, отвергнутый камень стал самым главным. Потому, говорю вам, отнимется у вас Царство Божие, будет дано тому народу, который станет приносить подобающие плоды. Вот история про виноградник здесь получает свое толкование. Значит, те, кто не приносит плодов, те оказываются отвергнутыми. И кто споткнется об этот камень, тот разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Ну, да, понятно, очень большой камень, с которым лучше не связываться. И, соответственно, вот можно либо на него упасть, либо он на тебя упадет. Два варианта, оба из которых очень плачевны. Можно споткнуться из-за него, то есть соблазниться сыне человеческим. Или, в свою очередь, если он упал на человека, то это уже вот гнев цена человеческого, который падает на людей. Первосвященники и фарисеи, услышав притчи Иисуса, поняли, что это он говорит о них. Они хотели так даже его схватить, но остерегались народа, ведь Иисуса считали пророком. Уже готовится убийство, но пока многого не хватает, чтобы его совершить. Нужно как-то все подготовить, нужно как-то придумать план. Ну, а дальше пойдет речь про то, что Иисус говорит этим людям и по поводу этих людей, в общем-то, уже понимая, чего ему следует ждать от них.